Максим Викторович Тарханов День защитника Отечества Это действительно по-настоящему не только праздник, который празднуется в каждой территории, в стране, но и является семейным праздником Потому что каждый мужчина, каждый служивый человек, он является, понятно, есть наша отчизна, родина, отечество, которое мы защищаем Но для каждого мужчины отечеством также является и его семья Поэтому такой праздник прекрасный, 23 февраля, празднуется в каждой семье Традиционно наши любимые женщины, дочери, матери поздравляют своих любимых мужчин, сыновей, отцов, мужей Сегодня традиционно мы говорим слова благодарности нашим уважаемым ветеранам Потому что именно благодаря вам, уважаемые ветераны Сегодня мы живем под мирным небом И у нас действительно наша задача сохранить вот ту боль, которая была в те годы страшной Великой Отечественной войны Для того, чтобы пронести свой поколение, ее передать, для того, чтобы больше не было таких войн Мы также традиционно говорим слова благодарности, спасибо всем тем, кто служит сегодня в вооруженных силах В органах внутренних дел, в правоохранительных органах Они действительно находятся на рубеже защиты нашей родины, страны И охраняют спокойствие и безопасность наших жителей К сожалению, вы видите, что происходит сегодня в Братске для нас в соседней стране Украина Где, к сожалению, близкие друг к другу люди, братья, свой народ, по сути, уничтожает себя Все это говорит о слабости власти, которая сегодня есть на Украине Сегодня наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев Ставит задачу сделать Московскую область лидером регионов, субъектов федерации По всем направлениям жизни и деятельности И эту задачу мы вместе с нашими жителями тоже будем выполнять здесь, в Русском районе Дорогие друзья, я всех искренне поздравляю С замечательным праздником мира, добра и спокойствия в вашем доме Спасибо Завеститель председателя Совета депутатов Русского муниципального района Нина Ивановна Прохорова Уважаемые жители Русского района Стало традицией ежегодно 23 февраля отмечать День армии Еще раз под вот такой сегодня удар и барабанов Каждая душа, чтобы содрогнулась за веру, за победу, за то, что мы сегодня живем с вами на мирной земле Сегодня, как и всегда, 9 мая, мы преклоняем голову перед нашими ветеранами Великой Отечественной войны Дружениками тыла, которые прошли страшные, суровые испытания для того, чтобы мы сегодня вот так могли честовать их сегодня И так же жить мирно Сегодня мы преклоняем голову перед воинами-интернационистами, которые прошли так же горнилу суровых испытаний Это наши молодые пацаны Сегодня мы преклоняем голову перед нашими армией, которые солдаты, старшины, сержанты, офицеры Которые стоят ежеминутно, ежесекундно на страже нашего покоя Сегодня мы хотим сказать спасибо им Пожелать им сегодня мудрости, стойкости и выносливости Сегодня ветераны Отечественной войны должны жить очень долго И сегодня они должны только плакать от того, что за счастье своих детей, внуков и правнуков И чтоб беда обходила их стороной И чем дольше они будут жить, тем дольше будут нашим потомкам оставлять историческую метку Чтоб никто никогда не посмел переписать историю и упразднить силу и волю нашего народа Сегодня мне хочется пожелать всем здоровья Потому что это самое единственное благо, которое осталось Сегодня мне хочется пожелать, чтоб наше молодое поколение гордо шли служить нашу армию Но защищая нас, они тоже должны быть защищены Власть наша, законодательно-исполнительная, должна постоянно также охранять их быт и покой А это квартиры, а это создание условий, культура и досыта И если у них будет быт сильный, значит они будут сильны на защите нашей Родины И хочется всем пожелать, что преклониться можно перед Родиной, Матерью и Землей Но пригибнуться не перед кем Единожды встав на колени, уже не поднимешься И в угоду тому, кому это выгодно, будут пинать и не дадут встать Спасибо вам, что вы есть С праздником всех, дорогие ружьяне и жителей русского района Мира, тепла и добра всем! За весомый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения И в связи с празднованием Дня Защитника Отечества Благодарностью главы русского муниципального района награждаются Московский областной филиал Федерального государственного казенного образовательного учреждения Высшего профессионального образования Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации Начальник филиала полковник Горин Евгений Владимирович Молодежная общественная организация поисковый отряд «Надежда» Руководитель Байдаков Эдуард Михайлович Председатель Совета ветеранов русского муниципального района Валерий Петрович Юхимович Уважаемые товарищи, боевые друзья Сегодня страна отмечает 96-ю годовщину Со дня создания Красной Армии Вооруженных Сил нашей России Но история начиналась не отсюда История начиналась с давних времен И давайте вспомним победы наших великих полководцев Александра Невского, который разбил немецких рыцарей на Ладожском море Дмитрия Донского, который разбил монголо-татарское иго на Куликовском поле Далее у нас идут победы Суворова Который с 1709 года по 1748 год Великие походы осуществлял и везде был победителем Победу одерживали также Петр I над шведами в 1748 году В 1709 году Вспомним победу Кутузова в 1812 год И конечно, наша армия крепла, росла в годы гражданской войны После великой социалистической революции Которая произошла, знаете, в 1710 году Наша армия первый свой, как говорится, бой, крещение получила под Псковым и Нарвой Это была первая победа Красной армии Которая уже в советскую эпоху наша начала воевать Наша армия крепла в годы гражданской войны И серьезным испытанием явилась эта Великая Отечественная война Которая длилась 1418 дней Насмерть стояли во время войны И защитники Бреста и Минска Защитники Ленинграда и Москвы Насмерть стояли защитники Сталинграда, Кавказа, Курска, Севастополя и Одессы А также города Смоленска и Тулы и других городов И мы сегодня вспоминаем наших героев, земляков Которые здесь, на нашей русской земле Выполняли свой священный долг До конца своей, как говорится, последней капли крови Низкий поклон им Мы сегодня вспоминаем и тех, кто воевал Игуричева Ивана Ивановича, который родом отсюда С Рузой и Попова, который с Голюбакина, Летчика и многих других Зою Господемьянскую, Добатора Можно перечислять наших всех героев, которые несли клад в победу Мы сегодня вспоминаем тружеников тыла Которые вместе с детьми, стариками, женщинами Трудились на благо нашего Отечества во время Великой Отечественной войны Вечная память этим героям и вечная память тем, кто выполнял свой долг в годы Великой Отечественной войны Я сегодня хочу передать поздравления всем тем, кто сегодня в строю находится, несет службу А также прошел эту службу И конечно, в наше время, в это неспокойное, в котором мы сегодня говорим Внешнеполитическая обстановка в мире очень колеблется И очень, так говорится, хрупкая Что делается в Киеве, что делается в Сирии и во многих других странах Хотя наши корабли бороздят воды и среднеземного горя, и другие, где показывают свою достойную огонь в мировом нашем обществе Разрешите мне пожелать всем нашим ребятам, и тем, кто сегодня в строю, и тем, кто воевал в Чесне Всем боевому братству, всем общественным организациям, связанным с защитой Отечества, здоровья Крепкого добра и мирного неба над головой С праздником Дня Советской Армии и Военно-Ворского Флота С Днем Защитников Отечества! Спасибо! Спасибо!